Эта видеосъемка сделана членами преступной группировки. Середина 90-х. Казань. 5 часов утра. Случайные прохожие стараются поскорее обойти большую колонну автомобилей и людей в неприметной одежде. Через несколько минут бригада отправится в Ульяновск на встречу с местными авторитетами. Предмет разговора серьезный. Контроль над УАЗом. Так началась история одной из самых кровавых банд новой России – татарской кинопленки. 1994 год. Республика Татарстан. Казань. Претензии к Ульяновским у лидеров кинопленки появились давно. Конкуренты взяли на себя контроль над УАЗом, а в последнее время стали интересоваться и заводом ТАСМА, который находится под непосредственным влиянием казанцев. На данную встречу приехали, так сказать, все участники кинопленки не только из Казани, но и из Буинска, из тех же Титюш. Также приехали участники кинопленки, проживающие в городе Москве. В целом приехало около 50 человек на нескольких машинах. Встреча проходила в загородном коттедже. Информатор сообщил, ульяновские авторитеты на месте и готовы к разговору. Через несколько минут к дому подъехали и лидеры кинопленки. Ташкент и Ильфатей. Ташкент Ирек Мингазиза. Проходил службу воздушно-десантных войскам. Возглавляет бригаду киллеров. Уважает уголовное понятие. Жестоко расправляется с завязавшими. Ильфатей, Ильфат Сунгатуллин. Отвечает за сбор дань из коммерсантов и подконтрольных предприятий. Руководит так называемыми пятерками исполнителей. Но переговоров, как таковых, не состоялось. Глава реки на пленке объявили ульяновским. Теперь мы будем контролировать автозавод. И отдали своим бойцам команду на уничтожение. Местных ульяновских пацанов просто-напросто забили. Один был забит до смерти. Кому-то выбили глаз, кому-то порвали внутренние органы. Но это как раз ясно показало, что они все вместе, они все сила, показали силу и мощь казанской группировки. Ульяновские и представить не могли. И на пленке. Еще вчера обыкновенная уличная банда превратилась в мощную и жестокую группировку. Соперничать с которой невозможно. Контроль над УАЗом перешел к казанским. Стало понятно. В Татарстане появилась новая, очень сильная и жестокая банда. Она подчинила себе казанский район кинопленка, примыкающий к заводу ТАСМА. Территория самого завода, непосредственно именно ТАСМА. От чего я получил название. И вот фактически это у нас вот территория, такая маленькая, на фоне города, она все в группировке кинопленка. В середине 90-х годов завод был практически разграблен. Бандиты вывозили с предприятия все ценное и продавали за копейки. Очень много с территории завода было вывезено металла, потому что такое большое производство требовало, так скажем, огромных металлических емкостей для хранения жидкости, огромных складов. В дальнейшем, соответственно, эти денежные средства были направлены на предупреждение оружия, взрывчатых веществ. Сотрудники уголовного розыска взяли под контроль новую преступную группировку. В структуре ОПГ были завербованы агенты, и вскоре они сообщили. Встретиться с лидерами кинопленки Ташкентом Ильпатеем пожелал сам Хайдар. Хайдар. Хайдар Закиров. Лидер группировки Жилка. К началу 90-х созданная им ОПС подчинила более половины предприятий и торговых точек Казани. Жилковские имели свои сферы влияния в Москве и Санкт-Петербурге. За несколько лет группировка достигла невероятного могущества. Но Хайдар был одержим идеей объединить все казанские банды. С теми, кто отказывался войти в его союз, вел жестокие криминальные войны. Иль Фатей отказался заключать союз с Хайдаром. Однако это решение не поддержал другой лидер – Ташкент. Тогда уже стали образовываться два лагеря, два полюса внутри группировки. Это одна часть, которая придерживалась таких чисто уголовных понятий. И вторая часть, которая больше тяготела к занятию бизнесом, к как легальному, так и нелегальному бизнесу. Однако в то время еще считалось, что все старшие, как и молодые, все это единое целое. Ташкент все-таки поехал навстречу с Хайдаром. Он пообещал принять условия лидера жилки. В тот же день произошла сходка первых лиц кинопленки. Авторитетам предстояло решить, станет ли группировка частью более крупной ОПГ. Ташкент утверждал, покровительство Хайдара позволит банке расширить сферы влияния и увеличить доходы. Но Ильфатей не хотел терять независимость. Найти компромисс не удалось. Стало понятно, распад банды не минует. Лидеры кинопленки объявили, банды с таким названием больше не существует. На смену ей приходят бригада Ташкента и бригада Ильфатея. Первые становятся структурным подразделением жилки, вторые поддерживают крупный криминальный союз севастопольских. Однако мирного сосуществования не получилось. Ильфатей стал переманивать людей Ташкента. Этот человек просил не называть его имени и не показывать лица. В свое время он был авторитетным членом банды Ильфатеевский. Юноша пришел в кинопленку еще студентом. Везде были как бы приставания. В любом месте это могло произойти, хоть в троллейбусе, хоть в училище. Чтобы как бы друг друга защищать, там, вот это, да, такое было. То есть брались, там, улица на улицу. Молодого парня захватила уголовная романтика. Вскоре он приобрел себе спортивный костюм и постригся наголо. Бандита начала 90-х можно было легко отличить по внешнему виду. Братки носили спортивные костюмы, адидас, кроссовки, массивные золотые цепи и обязательно прили затылок. Общались они исключительно на жаргоне, смеси нецензурных выражений и искаженных блатных понятий. Каждый член банды владел распальцовкой, набором жестов, изначально изобретенных картежниками. Для манипуляции с игральными картами они использовали безымянный и средний пальцы. А мизинец и указательный оттопыривали. После раскола кинопленки этот парень примкнул к Лифотеевским. В банду его пригласил человек по кличке Крылый. Как бы говорят, психолог человек очень такой. У него все очень развито было, то есть психология мог повлиять на эти цепи, то есть нужную точку. Такого Ташкент потерпеть не мог. Банда нуждалась в молодых бойцах, а действия Крылого разваливали группировку изнутри. В Ташкенте было принято решение совершить его убийство, что и было выполнено его подручнее. В мае 1994 года Крылый был убит около своего дома ночью, около 23 часов, выстрелили из пистолетов. Между Ташкентскими и Лифотеевскими началась жестокая бойня. Членам банды был отдан приказ бороться до последнего. 1995 год. Республика Татарстан. Казань. Убийство Крылого всколыхнуло весь город. Раньше раскол обсуждался лишь на словах. Теперь пролилась кровь. Казань. 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 После чего сразу же участники бригады Ильфотеи собрались, решили то, что так оставлять нельзя данный факт, и решили мстить за Крылого. После чего пошел ряд убийств участников бригады Ташкента. Противостояние бывших союзников достигло небывалых размеров. На улицах Казани разворачивались реальные боевые действия. Ильфотеевские начали стрелять ташкентовских, ташкентовские начали стрелять ильфотеевских. Причем происходило практически это одни стреляют одного, в ответ эти стреляют этого. Убийства происходили почти каждую неделю. Китовые подельники Ташкента ильфотея гибли десятками. Из материалов уголовного дела. 23 января 96-го года. Массовый расстрел в кафе «Мозаика». Четыре человека погибло, один тяжело ранен. Также пострадали сотрудники кафе и случайные посетители. 27 марта 96-го года. Нападение на пивной бар «Раки». Двое киллеров в масках открыли беспорядочный огонь из пистолетов. Убито три человека. Эти кадры сделаны на Казанском кладбище. Бандитские памятники видны издалека. Здесь их целая аллея. Средства на шикарные надгробья выделялись из общаков противоборствующих группировок. Они практически все учились в одной школе. Чуть ли не в параллельных классах, в одних классах. То есть вообще есть трагизм ситуации, в принципе, с человеческой точки зрения, что они стреляли за людей, которых знали очень долго, с которыми поддерживают длительные отношения. Но кровавая бойня могла закончиться только в одном случае. Гибели кого-то из лидеров некогда единой кинопленки. Ташкент и Ильфатей стали особенно осторожны. Ташкент выехал, выезжал несколько раз с целью проживания в город Санкт-Петербург. У него были там съемные квартиры. При себе он всегда держал несколько телохранителей. Также из бригады Ильфатея, сам Ильфатей скрывался. На этой фотографии Афоня, правая рука Ильфатея. Сейчас он на сходке около местного дома культуры. Об этом прекрасно знали киллеры Ташкента и готовили покушать. Афоня очень осторожно ввел такой осторожный образ жизни. Всегда при нем были так называемые бойцы, которые при себе всегда держали огнестрельное оружие. Киллером было известно. Афоня очень осторожен. Даже в обычной жизни носит бронежилет. А значит, целиться нужно в голову. Расчет был верным. Авторитет погиб на месте. Узнав об убийстве ближайшего помощника, Ильфатей отдал приказ. В кратчайшие сроки, не жалея сил и средств, уничтожить Ташкента. И перед смертью подвергнуть его страшным пыткам. В середине 90-х годов особым шиком среди бандитов пользовались так называемые убийства с выдумкой. Порой разыгрывались целые кровавые спектакли. Шерф заставляли копать себе могилу. Перед смертью пытали утюгами и паяльниками еще при жизни. Отрубали пальцы рук и ног. Иногда преступники переодевались в форму спецподразделений, а заказные убийства обставляли, как милицейские облавы. Для поисков врага в Санкт-Петербург были отправлены боевые группы. Но найти бывшего соратника оказалось нелегко. Он был крайне скрытный образ жизни. Ташкент он опасался. Постоянно просил сначала кого-то перед тем, как зайти в подъезд или домой, чтобы кто-нибудь прошел по всем лестницам по подъезду, посмотрел, нет ли каких-либо посторонних людей. То есть продумывал заранее все. Но тут произошло событие, которое на время отсрочило смерть кровного врага. Из материалов уголовного дела. 96-й год. Санкт-Петербург. Около своего дома убит лидер преступного сообщества «Жилка» Хайдар Закиров. Его кортеж сначала обстреляли из снайперской винтовки, а затем из решетели автоматными очередями. Даже раненый Хайдар пытался отстреливаться и погиб с пистолетом в руке. Весть о гибели Хайдара означала. Гангстерская война, длившаяся несколько лет, окончена. «Жилка» была обезглавлена и потерпела поражение. Некогда мощная группировка вынуждена была идти на позорный союз севастопольскими. В тот год в Санкт-Петербурге и Казани прошел ряд крупных арестов. За решеткой оказались десятки бандитов. Были раскрыты несколько громких преступлений. Но добраться до лидеров кинопленки тогда не удалось. Окончание большой войны между казанскими группировками не означало, что Ильфатей и Ташкент перестали охотиться друг на друга. 98-й год. Санкт-Петербург. Ильфатейевские не оставляли попыток найти Ташкента в северной столице. Им удалось подкупить одного из приближенных к нему людей по сличке «Учитель». Он находился рядом с лидером, постоянно ездил с ним вместе на какие-то переговоры, встречи с противоборствующими или наоборот с отружественными группировками. Это уже показывает то, что он был довольно-таки на высоком положении в этой группировке. Тот поведал. Шеф собирается на отдых, на Кубу. Его не будет в стране три недели. Бывший соратник пошел на предательство и согласился помочь организовать покушение. Пользуясь тем, что они были приближены к нему, знали всю информацию о образе его жизни, они могли беспрепятственно... Ташкент вообще никому не доверял. То есть это все было там законспирированный образ жизни. А здесь, в данном случае, они могли прийти на расстояние близкого выстрела. После отдыха Ташкент вместе со своей любовницей вернулся в Санкт-Петербург. В аэропорту его встретил водитель, который работал с авторитетом последние пять лет и, казалось, был беспредельно предан своему боссу. Ташкент не догадывался. Жить ему осталось. Менее часа. Знал телохранитель. То есть водитель, телохранитель, он знал и был в сговоре с данными людьми, которые были непосредственными исполнителями данного убийства. Водитель вышел из машины, но вместо того, чтобы открыть дверь, неожиданно бросился в подъезд. Мафиозный лидер понял, сейчас его будут убивать. И попытался бежать. Но выскочившие из-за угла киллеры открыли огонь на поражение. Первые пули попали в спину. Затем последовал контрольный выстрел в голову. После этого наступила очередь подруги Ташкента. Как ненужного свидетеля, девушку хладнокровно расстреляли. Во время покушений на уголовных авторитетов нередко гибнут и бандитские подруги. 97-й год. Афины. Мисс Россия 96. 22-летняя Светлана Котова задушена вместе с известным киллером Александром Солоником. Убийцы расчленили ее тело, а останки разбросали в лесу. 2002-й год. Иркутск. Расстрелян криминальный авторитет Павел Киселев по кличке Кисель. Вместе с ним погибли жена и ее подруга. 2003-й год. Санкт-Петербург. Заказное убийство Константина Яковлева, больше известного как Костя Могила. Его любовница выжила было лишь чудом, но навсегда осталась инвалидом. 98-й год. Санкт-Петербург. Приехавшие на место происшествия сотрудники милиции не сразу поняли, что произошло убийство крупного казанского авторитета. Ташкент жил под чужой фамилией по фальшивому паспорту. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Учитель, организовавший убийство, спешно выехал за границу. Было официально объявлено всем, что это дело рук эльфотеевской стороны или севастопольских. Никто ничего не знал. Причем виновным сделали одного из активных участников группировки жилка Акула, по кличке Акула Якупова. И пошли слухи о том, что к этому причастен он. Ему приходилось несколько лет подряд оправдываться перед всеми своими, так и перед чужими, что это не он. После гибели лидера бригада Ташкента прекратила свое существование. Многолетняя война закончилась. Эльфотеевские по праву победителей вернули себе почетное название кинопленка. Банда снова стала одной из самых влиятельных в Казани. 2005 год. Республика Татарстан. Город Казань. Казалось, мир восстановлен. В бригаду кинопленка стали приходить новые члены. Руководителем молодых был назначен Балиулин Адель по кличке Адельчик. Адельчик решил взять правление в свои руки. То есть он стал показывать себя, то есть он, то, что он такой более жесткий, стал активно проявлять себя в тех или иных отношениях. Все очень были довольны, то, что Адельчик появился у нас. Все боготворили его. Но влияние молодого лидера очень не понравилось старикам. Возглавлял сопротивление один из членов группировки по кличке Татарин. Татарин предъявил Ильфатею требования по поводу, куда делся денежный общак после того, как мы выиграли войну с ташкентовскими, где все эти деньги. Ильфатей сказал все вопросы теперь к Адельчику. Он старший. Адельчик, в свою очередь, утверждал, что общаковских денег у него никогда не было. Но молодому лидеру не поверили. После этого три участника группировки, старшей части группировки на пленка, между собой собрались и решили совершить убийство Валиулина Аделя. Татарин находит исполнителя. Киллеру вручают фотографию Адельчика и устраивают засаду около его дома. Приближенные к молодому лидеру знают, он почти всегда ходит без охраны. Убийца решает ждать Валиулина в кустах около подъезда. Когда Адельчик подъезжает, он выходит и идет ему навстречу. Поравнявшись с ним, он стреляет в него. Адельчик, видя, что на него совершается покушение на убийство, разворачивается и начинает от него бежать в сторону. Происходит выстрелов, несколько выстрелов. Фактически, он его произвел, выстрелил всю обойму. Убийство происходит среди бела дня на глазах прохожих. Показание разнеслась весть. В городе снова начались гангстерские войны. Молодое поколение кинопленки впадает в ступор и обещает мстить. Своему лидеру они устраивают пышные похороны. Похороны бандитов нередко сопровождаются митингами и клятвами отомстить за смерть товарища. Чем крупнее погибший авторитет, тем помпейзней мероприятие. Это кадры похорон известного криминального авторитета Кости Могилы. Церемония отпевания проходит в главном соборе Петербурга Александра Невской Лавре. Некрополи Лавры покоятся русские святые полководцы ученые. Становится ясно в банде снова обострилась борьба за лидерство неминуемой новой расправой. Лидер группировки Ильфатей никак не реагировал на устранение Валиулина. Так как молодежь шла за этим модельщиком он был для них как кумиром он давал возможность зарабатывать деньги жить не работая пусть по своим принципам понятиям то есть они видя все это и видя что Сунгатолин ничего не может сделать они просто в массовом порядке стали уходить из группировки. Но на этот раз милиции удалось предотвратить жестокую войну. С помощью агентов сотрудникам уголовного розыска удалось выяснить к убийству Адельчика причастен Рамиль Галеев по кличке Татарин и его помощники. Начинаются аресты. Это кадры облавы на бандитов. По подозрению в убийстве Адельчика удалось задержать несколько авторитетов и рядовых участников группировки. Под давлением улик некоторые стали давать показания и не только об обстоятельствах последнего преступления. Численность группировки значительно уменьшилась. По данному уголовному делу группировка Кинопленка насчитывала порядка 100 человек. Если раньше она насчитывала несколько сот человек, то сейчас допустим в ней активных старших участников оставалось не более допустим 15-20 человек. Впервые за 15 лет сотрудники силовых структур приблизились к раскрытию серии громких расстрелов. Собранные по крупицам доказательства наконец-то позволили провести аресты членов банды Кинопленка. Сегодня десятки членов банды осуждены и отправлены в тюрьму на долгие годы. Но организатору убийства Адельчика Рамилю Галееву по кличке Татарин удалось скрыться. Сейчас он находится официально в розыске, объявлен в отношении его избранного меропресечения в виде заключения под стражу. То есть при его задержании будет непосредственно исполнен арест, который санкционированным судом. Вскоре подались в бега Ильфатей и его ближайшие помощники. По оперативным данным он скрывается за границей. Как Ильфатей, так и Татарин скрывается под чужими именами. Паспорта оформлены на других лиц. Информация есть у нас. Мы в настоящее время отрабатываем, проверяем места их возможного появления. На сегодняшний день банда генопленка прекратила свое существование. Но борьба с преступностью продолжается. Сотрудники силовых структур уверены, каждый бандит понесет наказание.